Нам с вами надо отсортировать правильно отходы. По системе два бака. Есть синий бак, куда мы отправляем отходы, которые доступны для переработки. В серый бак отправляются отходы пищевые и те, что перерабатывать нельзя. То, что раньше уходило на свалку, сегодня сырье для новых вещей. Школьные знания о технологии переработки отходов проверили сотрудники Центральной библиотеки, организовав в Доме культуры Литвинова экологический фестиваль. Сотрудничество Центральной библиотеки с Благодарительным фондом «География добра» вот такую дал нам идею организовать фестиваль под таким креативным названием «Я мусорю прицельно, культурно и раздельно». Для того, чтобы ребята могли понять, изучить ситуацию с бытовыми отходами, как их сортировать, как они перерабатываются. И самое главное – рассказать о том, что зачем же выбрасывать, когда можно сдать и помочь. Ребятам рассказали, что переработка мусора – относительно новая отрасль коммунального хозяйства. Она призвана решить задачу государственного масштаба – сократить до минимума количество отходов, которые подлежат захоронению. То, что мы там перерабатываем, у нас сегодня востребовано бизнесом, промышленностью для вторичного производства. Заложили сейчас строительство четырех заводов по утилизации так называемых хвостов. То, что нельзя дальше перерабатывать. И преобразовывая их в строительные, либо отсыпочные дорожные материалы. Вот эта вся программа рассчитана до 2030 года. Фестиваль в Литвинове – результат работы библиотекарей с благотворительным фондом «География добра», региональным оператором «Харти» и муниципальным центром «Романтик». Каждый предложил свое задание для экологического квеста. Мы сейчас сочиняем стихи о природе, о том, что нам близко, на заготовленные ритмы. Вот у ребят что уже получилось? Солнце посветило вакуанцем. Мы вышли на природу в хорошую погоду. На некоторые вопросы квеста попробовал ответить и Владимир Шапкин. Сколько разлагается в земле алюминиевая банка? Та тысячу лет. Десять? Мало, нет. Как вы думаете? Сколько? Я думаю, что вот первое. Так? Ошибочка. Пятьсот. Пятьсот лет. Бэх. Ну вы были почти близки. В процессах испения. Сдавая макулатуру и пластик в школе, ребята делают два добрых дела. Сохраняют природу и помогают сверстникам, нуждающимся в особой поддержке. В прошлом году мы собирали деньги для Марьяма Ибрагимовна и совместно с ребятами завершили сбор. И сейчас мы собираем для Сережи Привалова, у него синдром НЭМа. И уже в этой акции участвуют, присоединились и библиотеки городского округа Щелково. Вы делаете двойное добро, то есть спасаете планету и ребенка. Это очень-очень ценно. Рассказывайте своим друзьям, делитесь в соцсетях. И это очень хорошее, благое дело. Вот так, из маленькой крышечки, в которой пластика столько, что хватает на выпуск новой бутылки, рождается доброе дело. Приобщиться к нему может каждый. Нужно просто сортировать дома мусор. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!